Итак, день всё ещё продолжается. Начала я этот день на берегу реки. Потом я делала варенье. Ну, варенье ещё не делала, а, в общем, лепестки розы с сахаром. Только что грибочки варю, почистила, варю шампиньоны. И вспомнила о том, что я же вам не показала. Ой, купила две торбы роз и розовых лепестков. В общем, лепестки и головки. Всё это было в одной торбе. И самые красивые, в общем-то, я достала, чтобы заснять. Потом тоже пойдут на варенье. Я не знаю, как делать розовое варенье. А интернет пока ещё не работает. Заработал с утра, но сейчас ремонтируют на линии. И поэтому я не знаю, как делать розовое варенье, но я его очень-очень люблю. Я просто обожаю с детства розовое варенье. Я даже помню, что, когда я была маленькая, баночка варенья стоила рубль 5 копеек. Или рубль 10 копеек. Ну, в общем, рубль не то 5, не то 10 копеек. Я очень люблю розовое варенье. Посмотрите, какие шикарные розы. Какой цвет. Так, тут ромашечки у меня стоят. Это настоящее. Значит, сейчас я вам показываю, девочки, мальчики. Всё настоящее. Всё, как это, не... Ну, в общем, всё живое настоящее. Это настоящие ромашечки в баночке. А баночка в рукаве из-под моей старой кофточки трикотажной. То, что я вам уже рассказывала. Ну, конечно, всё, внимание, это... Это мисочка лепестков роз. Но это ещё не всё. Это шикарные розы. И сейчас покажу. А вот в этой мисочке у меня уже розы, розовые лепестки с сахаром. Я их подавила. Не знаю, правильно или нет сделала, что подавила лепестки с сахаром. Но думаю, что я на правильном пути. Я, знаете, сделала, как солят капусту, да? Давят с солью. А я розовые лепестки подавила с сахаром. Я знаю, что моя мама всегда делала лимон с сахаром. Он стоял просто всю зиму. Также она делала смородину с сахаром совершенно безо всякой термической обработки. И вот я не знаю, нужно ли или нет, но это уже появится интернет, я уже загляну. Такая ленивая стала, привыкла к гуглу. Вот чуть что, я сразу в гугл с вопросом, как делать это, как делать это. Я даже не заглядываю в книги. У меня ведь вполне достаточно книг, которые бы мне рассказали, как сделать розовое варенье. Но вы видите, до чего ленив человек по имени Лиля. Вот. Ой, ну такая я не могу. Я не могу наглядеться на вот эти вот прелестнейшие розовые головки. Посмотрите, этот цвет, боже мой, это такая красота, это такая. А аромат, чайная роза, какой аромат. Ммм, просто супер. Сейчас я их еще по-другому разложу. Сейчас я их, наверное, более густо сложу и еще заседаю. Ну вот, из двух больших пакетов получилась вот такая вот мисочка розовых лепестков. И, ну, эти, только лепестки здесь, это случайно попало. Вот. И сюда пошло у меня полтора килограмма сахара, сахарного песка. Вот. Ну, сахара, конечно, больше, чем лепестков. И не поднялась рука полностью уничтожить все цветки. И я в блюдце, в такое вот, налила в небольшое водички, тоже с сахарком. Потому что, в общем-то, я знаю, что роза любит, по-моему, роза любит сахар. И вот положила эти несколько головок, чтобы они радовали глаз. И не только глаз. Сейчас. Ах. Чтобы они радовали и своим видом, и своим ароматом. Ну, а остальные, опять же, пошли сюда. Да, оно уже сейчас такое вкусное. Вот это вот, ну, вот это нечто. То есть, лепестки розы с сахаром. Очень сильно я их перемяла. Очень сильно. Тут плотность, короче, такая. Ух. Вот. Ну, не знаю. Сережа говорит, что его мама варила розовое варенье. Моя мамочка никогда не варила розовое варенье. Поэтому я и не видела, как оно варится. Ну, вот говорю, заработает интернет. И я уже узнаю, что с этим делать. А может быть, и так будут тоже хороши. Не знаю. Посмотрю в интернете, что мне скажут. И вот какая прелесть. Какая красота. Просто супер. Вот. Это цветочки стоят в вазе с водой. А цветочки не настоящие. Вода настоящая. Ваза тоже. Таким образом и воздух увлажняется. И создается такое впечатление, что цветочки настоящие. И для меня очень важно, чтобы была вода. Люблю воду. Аналогичная ситуация. Цветочки не настоящие. Ваза настоящая. Ха-ха-ха. И водичка тоже настоящая. Так, все остальное настоящее. Конфеты настоящие, которые я вам уже показывала. Вот розочки настоящие. Живые. Вы поняли. Это те, которые не пошли на мое варенье. Вот они на блюдечке. И вот я это блюдечко поставила в тарелочку, чтобы вода не выплескивалась из этого, из блюдечка. Какие розы шикарные. Какие шикарные. Пахнут. Настоящие. Настоящие, да. Ой, пахнут изумительно. А это журнальный столик. И вот новая вставочка. Сейчас покажу ее потемнете. Субтитры сделал DimaTorzok